Доброе утро, страна! Доброе утро, дорогие телезрители! Дорогие телезрители, мы начинаем наше утро традиционно совета дня на сегодня. Сделайте сегодня разгрузочный день, не грузите себя. Дорогие телезрители, мы продолжаем далее. Сегодня мы расскажем о лучшем ресторане. Не знаю, лучше он в мире или нет, но то, что он лучше на побережье ЮАР, это однозначно. Дорогие телезрители, мы продолжаем в мире путешествий. И более подробно узнать, может, действительно он является и лучшим в мире, этот ресторан? Это Петр Ностер. Небольшой рыбацкий городок на западном побережье ЮАР. Почти у самого океана расположился ресторанчик, который специализируется на местной кухне. Блюда делают из овощей, плодов, съедобных растений и морепродуктов. А недавно заведение получило премию «Как лучший ресторан мира». Управляет им шеф-повар и бывший журналист. В ресторане готовят простые блюда по рецептам коренных народов. Главная задача – дать почувствовать настоящий вкус местных продуктов. Поэтому они проходят минимальную обработку. Ресторан рассчитан на 20 гостей. Обед длится 2,5 часа. А войдется он примерно в 60 долларов. Городок Петр Ностер находится всего в 145 километров от Кейптауна. Но без предварительной записи приезжать в ресторан не стоит. На следующие три месяца все места здесь забронированы. Ну а мы хотим напомнить, что наша новая студия представлена компанией «Про мебель» с брендом «Эвита». «Эвита» – бол сізден арманыздаға сый. Керемет, хромет тюрмен, осындай жайлы «Эдеме» студиясы лаған «Эвита» компаниясына. Бізде өзі старапынызан алғысымызды бөлдіреміз. Батырломызды одан арғы райжалға старамыз. Да, мы продолжаем. И наша следующая рубрика, которая рассказывает все о моде, стиле и красоте. Изболы, знаешь, у меня сразу к тебе вопрос. Поскажи, какие тебе девушки нравятся? Ну, я имею в виду в плане стиле их одежды. Ну, допустим, девушка в брючном костюме, нежели девушка в юбке. Она будь женственней смотрится в юбке. И вообще, как ты относишься к юбкам? Ну, не деген көп сұрақ, күдайындағансын. Енді, білмем, қайсына жауап берем, білмегалым, шыным дайцам. Енді, нәзік жанды болғасын, өзін айтым жутырған, өзін айтым жутырған, енді, оны мен көп түрін білемді айталмайм, бірак енді, шын дайцам білмем, өтең атауында көп түрлерінді ажарталмайм. Ага, кстати, о трендах, есбол. В рубрике Fashion Day сегодня мы расскажем о трендах весны 2019 года, и именно о юбках, женских юбках. И у тебя есть возможность увидеть, какие бывают юбки, и каких они видов бывают. Так что смотрим нашу рубрику Fashion Day. Белдемше айел адамын үшін көптемін белік іспетті. Қыз баласына тәмбе азылық бен нәзіктіктай қындайтында осы кейім. Тала ай нәзік жандының көнділінен шыққан бельдемшенің көп теген үліксі жыл өткен сайын. Су менде, пішіні менде тіпті, Максим, Меди, Мени сынды, ұзындығы менде өзіндік қолдан басын салып, Сән әлеміне енді келеді. Ал 2009 жылдың сәнді бельдемшесі ғандай, маман кенесіне жүгінейік. Біздің бельдемшеге қазіргі таңда жататын плесі, оны үшінде барқыт болып келеді. Бұл бельдемшені әдемі бұл ұскыларымен, немесе ковтычкыларымен күйуге болады. Бұл ұлқыларды жанағыдай бұл ұскымен, әдемі футболқыларымен күйуге болады. Жанағы балетқы тақылай әккемдермен әдемі көрінеді. Жалпы бельдемшенің өзіндік үйлесімдісін тандығанын сапсал. Ал бұйылғы көктемде ақшыл, ашық, алғызыл түсті бельдемше сәнде болмақ. Дорогие телезрители, ну а мы продолжаем далее. И сегодня, в следующей рубрике, мы услышим кое-какие поздравления, да, Исбол? Әрине, осы көктемінің алғашқы мерекесі, нәзік жандыларын мерекесі ғарсанында біздер ғуралдықтарға сауалнама жолдаған бұлатымыз. Отлично, тогда давай вместе послышим наших уральцев. Я думаю, это неделя, вообще полная суматохи для мужчин. Енді барлығы нәзік жандыларға ғарналат осы кезде. Енді шек, көріменді көп көп түрмей, біздің сауалынамағымызды көрейік. Көріменге де қызық болатын жағар. Сегінші науыз бен құтықтайм. Бәргізді бұл көлден қаастарымызды, әйелден, қарындастарымызды, апалар бізді құтықтаймен. Бен атамыз, аналары мерамымен құтықтайм бәріңізден. Бәргізді қызықтайм бәріңізден. Счастья, благополучия. Пусть пронесет в этот весенний праздник, всем радость. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Тауешкі Тауешкілер ойламай шешкен істерінен үлкен қателік жіберу мүмкін. Алайда уақыт өтіп бәрі қағыпна келгенен кейін жіберген қателерді жүндеуге мүмкіндік туады. Су қиғыш Бүгін жұмыста да жеке өміріңіздеті түн өзгерістер болып, жақсы жаңалықтарға толы болма, алайда сізген немаңызды кені шеш балғаныңыз апсал. Балқтар, өміт артқан адамдарыңыздан көңіліңіз қалуы да мүмкін. Алайда күн ортасында жаңа жұмыстар бастап жетістікке жетесіз. Кей қиындықтардың чешімін уақытқа қалдып, сабыр сақтағаныңыз жүн болмақ. Вот такой гороскоп на сегоня, дорогие телезрители. Ну а мы продолжаем. Наша следующая рубрика – это «Когда? Зачем? Почемо?». Ну и сраду у меня вопрос к Езболу. Керемет, сұрағыңыз ойыныз. Езболу, расскажи, то есть подскажи, как часто ты опаздываешь? Ты пунктуальны человек? Енді барынша бір уақытында келуге тұрсам пунктуальды түрде мен толығы мен саймын де ойлаймын, и кешпе тұрсам жалпайтығанда. А вот у меня, знаешь, есть одна такая плохая привычка – всегда опаздывать. Я не знаю, почему, но я стараюсь всегда приходить на мероприятия, стараюсь приходить вору, но получается все равно, что я опаздываю. Хотя готовлюсь с вечера, собираюсь рано. Вот не знаю, почему это? Я таки думала. Поэтому давай посмотрим вместе нашу рубрику «Когда, зачем, почему» и узнаем, почему люди все-таки опаздывают. Ендіше көрің менге де қызықшылар, қашан, неге, не ішін адтайдарымызды қабылалымыздар барлығы осайдарды айтлатың бұла. Многие опаздывают и выбиваются из графика, вовсе не от забывчивости или медлительности, а потому что слишком оптимистично оценивают свои возможности. И хотя в оптимизме нет ничего плохого, из-за него у нас часто возникает завышенное ожидание. Причем мы переоцениваем не только время, за которое доберемся из пункта А в пункт Б, но и количество дел, которые мы можем выполнить за день. Если вы постоянно чувствуете себя виноватым из-за опозданий, не отчаивайтесь. Дело не в том, что вы неисправимый эгоист и не цените время других людей. Единственная ваша ошибка в том, что вы понадеялись, что все пойдет по плану. Чтобы избавиться от этой привычки, не обязательно становиться пессимистом. Просто нужно признать, что вы не сверхчеловек, который может успеть все. Тогда меньше времени будет уходить на самобичевание и больше на саму жизнь. Всегда планируйте дорогу на работу или какие-то мероприятия с учетом резервного времени. Лучше приехать раньше, зато если вас что-то задержит в пути, вам не придется волноваться. Очень важно ценить, на что именно вы тратите свое время. Если вы никогда не заканчиваете список дел на день, попробуйте записывать, сколько времени у вас занимают разные дела. Конечно, будущее не предскажешь, зато к нему можно подготовиться. Оптимизм не должен служить извинениями для постоянных опозданий. Лучше направьте его на то, чтобы быть добрее к себе и не ждать от себя невозможного. Дорогие телезрители, ну а мы продолжаем далее. Наша следующая рубрика – это беседа с гостем. И сегодня у нас в студии гость. Это номинант премии «Алтын-Журек» Общественного объединения детей и инвалидов и их родителей МИРЭМ. Ильянора Беказеева. Здравствуйте, Ильянора. Доброе утро. Какие дела? Настроение отличное. Утро было бодром, потому что, во-первых, началась весна. И пусть у нас даже в городе очень много-много снега, но настроение и уже воздухе уже пахнет весной. Ильянора, наверное, вас все уже в городе знают, что вы у нас возглавляете Общественное объединение МИРЭМ. Ну, наверное, начну не с того, что расскажите о вашей организации, а расскажите, может, что-то новое есть в вашей организации, то, что мы не знаем. Новое есть, скажем, с этого года. Мы стали уже практиковать общение, особенно детей, со здоровыми, да, со здоровыми сверстниками. То есть это инклюзиво получается. У нас ежемесячно проходят курсы, занятия по робототехнике, где, кроме тренера, с детьми еще обучаются обычные воспитанники этого клуба. И, знаете, с первого дня я понимаю, что это надо вводить, потому что, во-первых, дружба сразу у нас, дружба, в общем, такая стала крепкая. И наши дети, особенно дети, почувствовали, что, да, общество готово, общество готово их принять и готово дружить. То есть мы силы с радостью принимаем дружбу для других людей. Отлично. Елена Орхан, жана сөзбасында айтып кеттік «Алтын жерек» номинациины ей кереде. После «Алтын жерек» аталымына калай ей болтыншал? Во-первых, «Алтын жерек» – это премия общенациональная. Да. Общенациональная премия, которая уже 12 лет. Она проводится ежегодно, проходит в городе Алматы, в театре оперы и балеты «Минябай». Это грандиозное событие, и быть даже просто номинантом – это очень большая честь. Для меня это было, во-первых, неожиданностью. Потому что, когда тебя выбирает жюри, в составе которого входят известные люди нашего Казахстана, ученые. И, получается, когда мне об этом объявили, то есть я, во-первых, и не поверила. Но само присутствие на премии «Алтын жерек» на этом грандиозном событии – это уже вдохновило на дальнейшее, скажем так, стимул, дал на дальнейшую работу. Потому что эта премия идет среди всех – и организаций, и частных лиц. Все, кто делает хоть какой-нибудь вклад в благотворительность. Ирна в Казахстане. Отлично, ясно. Ленора, расскажите вообще, как часто вы проводите или организовываете мероприятия? Стараемся, по мере возможностей, часто. Стараемся делать каждый месяц. В преддверии праздника 8 марта, предстоящий наурус, наш праздник, уже идет подготовка. Идут у меня уже орг-моменты. То есть это нахождение красивого места, так скажем, красивой локации, чтобы этих родителей и детей не просто собрать в каком-то таком, скажем, обычном кафе, за столами. То есть это будет очень красивая локация. Это будет обязательно концерт с участием, привлечением тоже особенных людей и детей, у которых разные таланты. Допустим, в прошлом году, когда я организовывала, у меня танцевал парень-колясочник, да, пела девочка-колясочница. В этом году я планирую, захожу, конечно, наперед, расскажу там свои секретики, будет петь парень, то есть он глухонемой, но он поет жестами. Это так красиво, да, это вообще здорово. То есть и опять-таки будет девочка-колясочница. Я стараюсь привлекать, кроме каких-то вот коллективов наших уральских, стараюсь привлекать именно особых людей, искать талант среди особенных людей. Естественно, это будут подарки. Обязательно будут цветы мамам. То есть я всегда, знаете, такое сделаю, делаю на ударение на мам. Потому что если у мамы будет прекрасное настроение, если им будет хорошо, это все передается детям. Дети чувствуют настроение мам. Работа, потому что общество в первую очередь у меня связано, направлено на, скажем так, поднятие стимула, статус вот особенных мам. Вот. Керем, ты где команда лохжом, что сайс-тармасом, да? У нас команда, это мы, вот, мейрым, это мы одна большая семья. Вот, сейчас на данный момент 23 мамы и 26 детей. Вот, получается так, что по две семьи, там, по двое детей у нас есть совет мам. То есть, с которой я советуюсь. Я что-то планирую, я что-то захотела, да, какая-то задумка у меня есть. Я должна обсудить это с родителями. Все наши шаги, все наши планы, то есть обсуждать с родителями. Что с парламентом? Обязательно. Поэтому мы друг друга называем, одна большая семья, да, мейрым. Мы существуем только на позитиве и стараемся свой позитив уже, наверное, распространять на общество. Как-то вот. Керем, я тебя на рамках. Отлично. Ну, ваша общественная организация, ваше объединение, сотрудничает ли с какими-то государственными органами? А есть ли у вас заключены какие-то меморандумы, может? На данный момент нет, но мы сотрудничаем, я буду говорить об организациях. Есть у нас клуб с ограниченными возможностями, где председателем является Азон Шамарданов, он, они все знают, он инвалид, но он паралимпиец и воспитывает будущие вот таких вот чемпионов паралимпийцев. Несколько человек, мои дети, он же взял в себе под опеку. Так вот тесно вообще нет, как такового нет. Вы знаете, мы как-то стараемся вот сами, наверное, своими силами. И я просто хочу, чтобы эти мамы, особенно детей, не полагались ни на кого. Ни на общество, ни на соседа, ни на какую-то там организацию, какого-то спонсора. Во-первых, никто никому ничем не обязан. Да, это вот такой девиз. Давайте все делать сами, давайте пытаться. А давайте мы узнаем, может, какое-то частное лицо захочет нам помочь, что-то организовать. То есть, ну, в общем-то, все это потихоньку, мелкими какими-то шагами у нас получается. Мы еще маленькие, нам всего этот третий год, да. Мы в 16-м году сделали открытие прямо на 1-го июня. И вот с тех пор я могу сказать, что с уверенностью, что мы есть, мы существуем. И о нас уже знают, и очень приятно, когда откликаются и сами предлагают какую-то помощь. И я еще раз повторяю, что помощь у нас не обязательно идет финансовая. Да, это участие, просто участие. Если у нас есть, допустим... Привижи, да, кудресы. Да, вместе мы ходим на югу, то есть уже третий год детей я уже вывожу в общество. Вообще, я считаю, что таких детей нужно социализировать и адаптировать в общество. Чтобы потом не говорили, а вы знаете, мы сегодня там были там-то, там-то, а на нас так косо смотрят, с нами не общаются, нас боятся и так далее, и так далее. Потому что все эти стереотипы, мы стараемся их ломать. Потому что многие думают, что эти дети больные, можно заразиться от них. Это первое. Второе – это страх, что ваш ребенок, не дай бог, будет дружить и общаться. Эти стереотипы надо ломать. И не надо требовать от общества, чтобы к нам относились любовью и с простертыми руками. Мы должны сами это показать. И мы стараемся, я не знаю, насколько это получается, но мы стараемся это вместе с родителями делать. Ну, смотря ваши все, как бы, ну, сейчас век интернета, да, можно так сказать. Все социальные странички открыты, и можно это проследить. Конечно. И спокойно это посмотреть, да. Вот я наблюдала за вами в инстаграм-аккаунте вашем. И видела, что вы проводите какие-то различные благотворительные концерты, проводите акции. И это действительно очень хорошее, большое дело. И большое спасибо вам за это, конечно, Элеонора. Продолжайте в таком же духе, радуйтесь родителей и детей. Вот. Ну и переходим далее к следующему вопросу. Да. Ну, я думаю, что у меня есть небольшая команда единомышленников, которая состоит из моих друзей. Это будь то одноклассники, однокурсники, просто друзья. Нет, у меня не очень такая большая команда, но о планах всегда хочется с кем-то поделиться, кто тебя вот именно поддержит. А сейчас уже вот несколько дней, и я хочу просто организовать клуб, наверное, для общения мам особенных детей. Без детей. Я хочу, чтобы час, пусть один час, но в неделю, допустим, или в две недели мы будем собираться. И я хочу им устроить просто отдых, полезный, с каким-то полезностями встречи, какие-то приятные вещи им рассказывать, делиться каким-то опытом, чтобы мамы почувствовали, что они женщины, и они не должны сидеть дома. Это первое. Второе, что бы я хотела сделать, возможно, благодаря, может быть, вашей передаче, может, меня кто-то услышит и поддержит, я бы хотела, наверное, организовать... Мы все знаем, что у нас есть движение Уральск-Ранос, да? Это для здоровых людей, это для здоровых детей. А почему бы нам не организовать такую организацию для особенных людей и особенных детей? Это очень трудно. То есть вы понимаете, здоровые люди пришли, встали, доехали, ушли, сделали. А с особенными людьми надо по-другому. Их надо привезти, их надо организовать, каждому помочь встать, сесть, пробежать и так далее. Но не в таком, конечно, большом масштабе, что нужно пробежать сколько-то километров, но есть такая задумка организовать, и я думаю, что мы ее воплотим. Отлично. Ну, это хорошо. У нас традиционно, Элеонора, есть пожелания нашего гостя, нашим дорогим телезрителям на утро. На утро. Дорогие телезрители, во-первых, хочу всех уже поздравить с наступающими праздниками. Я хочу, чтобы у каждого из вас просыпаясь утром, был уже весенний настроение, легкость на душе. Я хочу вас всех призвать к доброте, к милосердию. И посмотрите по сторонам, возможно, вокруг вас есть люди, которые просто у вас нуждаются. Подарите им частичку своего тепла, и увидите, что у вас поднимется настроение на цел день. Я могу только присоединиться к словам Визбола, поэтому успехов вам в дальнейшей работе. И продолжайте таком. Взаимно, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Диспасты. 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 это защита. Кора предотвращает повреждения внутренней части дерева. Помимо ограничений от внешних повреждений, кора защищает древесину от высыхания. Кора образуется на дереве за несколько лет. Вспомните молодые побеги клена. На тонких листочках еще нет твердой коры, а присутствует лишь гладкий слой. Зачастую этот тонкий слой лопается во время интенсивного роста, но лопнувшая кора не влияет на жизнедеятельность дерева и быстро залечивается изнутри. Так и получается, что молодая оболочка после того, как растрескивается, остается на стволе. По прошествии времени множественные отмерзшие чешуйки придают жесткость и грубость наружному слою дерева. Дорогие телезрители, мы пришли к нашей самой приятной рубрике «Этабинеку Тухтау». Сегодня у нас есть поздравления. Мы хотим поздравить Токтамысову Асельхан Талгатовну с днем рождения. Да, ну а мы предлагаем вам посмотреть следующий ролик. Асельхан Талгатовну с днем рождения. Бақытты сетті күнде тойлауға тілекші ата-анасы Талгат көлем, апалары асылзата ибалы, Және құлбылары. Саған түлбер еті, бүлкін сен мүмкіндің, бір жылда бір кел еті. Бұлған күлдің мене, Құттықтамай қайтпаймын. Бұлған күлдің мене, Қалай тілек айтпаймын. Если вам понравился такой видеоролик, вы хотите также поздравить своих любимых, близких и родных, то отправляйте свои видеоролики к нам на официальный сайт www.tdk42.kz либо обращайтесь по номеру телефона 933-433, внутренний номер 280. Немесе біздің мекенжайымыз Орал-ғаласы Петрофский 103, кен еске сала кетеміз. Осы мекенжайға келіп, кутықтауларыңызды қалдыруға болады. Да, ну на этом наша программа «Аралы Тан» подошла к концу. Большое спасибо, что провели это утро вместе с нами. Мы желаем вам плодотворного дня. Да, біз сіздерге әрғашан, әртан сайын көтерінкі көнелгей сұйлауға тұрысамыз. Біз бен бірге болған дарыныңызшын тағыда алғыс білдіреміз. Келесі жүрдескенше күн жақсы. Сіздерге, сіздерге мен бірге эфиртезгенде болған. Арптесім, Асия Мукашева. И ес болт әлемас. Спонсор программы компания «Промебель». Мебель для вашего комфорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова